Черногория, декабрь 2015 года. Страна получила официальное приглашение вступить в НАТО. Почему же нет радости на лицах простых черногорцев? Почему же не распахивают объятья военно-политическому блоку? И почему не спешат благодарить свое правительство за появление в их жизни Североатлантического альянса? Ответ прост. О войсках НАТО в государствах бывшей Югославии знают не понаслышке. Союзная сила, благородная наковальня, милосердный ангел. Так поэтично командующие НАТО и США называли убийство 1700 мирных жителей в Сербии. Прикрываясь высокой миссией спасением косовских албанцев от этнических чисток, альянс фактически переделывал регион под себя. Неудивительно, что сейчас в Косово располагается одна из крупнейших европейских баз США. Кэмп Бонстилл. Военно-политический блок продолжает укрепляться на Балканах. 5 июня Черногория официально станет 29-м членом альянса. В этот день документы о ее вступлении будут переданы на хранение депозитарию США. А два дня спустя черногорский флаг будет поднят перед НАТОвской штаб-квартирой в Брюсселе. Путь вступления Черногории в организацию Североатлантического договора был извилист и не столь прост, как может показаться на первый взгляд. Переговоры о вступлении страны в НАТО начались в феврале 2016-го, а протокол о вступлении был подписан только в мае 2017-го года. Сенат Конгресса США договор о вступлении Черногории в НАТО ратифицировал. Президент Трамп документ подписал. Парламент Черногории закон о членстве республики в НАТО одобрил. И 12 мая правительство Черногории сообщило, что все 28 стран-членов НАТО ратифицировали протокол о вступлении в альянс этого балканского государства. Если мы посмотрим на географию и на карту балканского полуострова, то увидим, что в НАТО вступили уже страны, которые севернее Черногории. Это Хорватия и Словения, и они имеют тоже Адриатическое побережье, и южнее Албания. Поэтому осталось только Черногорское побережье. И, конечно, заполнить эту пустоту, это, наверное, единственная причина, по которой НАТО так сильно стремится, если говорить о военном и экономическом факторе, стремиться притянуть Черногорию к этому союзу. Однако все это время, пока Черногория делала шаги к альянсу, в стране шли беспрерывные митинги и протесты. Жители Черногории требовали проведения открытого референдума. Кстати, по социологическим опросам за вступление в НАТО никогда не голосовали более 44% граждан страны. А последние данные соцопросов демонстрируют серьезное снижение уровня поддержки властей. Менее 40%. Правительство, однако, сумело продавить идею присоединения к блоку лишь через процедуру голосования в парламенте. Не секрет, что столь невысокий уровень поддержки североатлантического вектора в черногорском обществе обусловлен в том числе и историческими факторами. Страна всегда имела близкие отношения с Россией. Вступление в НАТО – вопрос, который сегодня мучает все население Черногории. И в последние несколько лет идет серьезная борьба между руководством страны и народом, который не хочет вступать в НАТО, потому что вступление в НАТО предполагает, прежде всего, испорченные отношения с Россией, плохие отношения с Россией. Черногория и так уже ввела санкции против России, выполнила все условия, которые ей предъявляли ЕС и НАТО и согласовала свою внешнюю политику с Евросоюзом, а это означает, прежде всего, ухудшение отношений с Россией. Свобода, демократия, права человека и главенство закона – вот ценности декларируемой организации. Но о настоящих приоритетах НАТО проговорился еще первый генсек – британский генерал Исмей Гастингс. Цель НАТО – удерживать русских в стороне, не американцев внутри, а немцев под. И 70 лет спустя Россия остается основной угрозой безопасности для Альянса, а ее сдерживание официально провозглашено новой миссией, для которой, конечно, нужны деньги. Вот блок и увеличивает смету на оборонные расходы. Я вновь заверил канцлера Меркель в поддержке НАТО, но мы также должны заставить наших партнеров по НАТО платить их взносы за оборону. Многие страны задолжали огромные суммы за последние годы, и это нечестно по отношению к США. Должников действительно немало. Членам Союза рекомендуется тратить на обеспечение безопасности не менее 2% ФВП. Условия выполняют далеко не все. Прилежностью отличаются США, Британия, Греция и Эстония. Ангела Меркель обещает исправиться и сделать больший вклад в бюджет. Если, конечно, удержатся в кресле канцлера. В 2009 году Альянс провел уже шестое расширение. Тогда в состав вошли Хорватия и Албания. Грезит о НАТО и Петр Порошенко. И даже анонсирует референдум о вступлении. Нашей стратегичной метою залишается вступ до НАТО. Правда, Украину в Альянс пока никто не зовет. Зачем? Ведь незалежная и так охотно предоставляет свои территории для проведения маневров и учений, поддерживает человеческим ресурсом операции Альянса в Афганистане и с удовольствием скупает на последние гроши устаревшую и ненужную технику. Наши американские партнеры сообщили мне, что наша страна уже может получить членство в НАТО в течение двух лет. Правда ли это? Я думаю, это недопонимание, потому что Украина сейчас сфокусирована на реформах, чтобы убедить, что Украина может соответствовать стандартам, которые нужны для вступления в НАТО. Сейчас Украина не подходит для членства. Генсек НАТО Йенс Толтенберг особых секретов пранкерам не выдал, но подозрения подтвердил. Альянс заинтересован в расширении на восток и продвижении в Среднюю Азию. У меня, честно говоря, не вызывает никакого удивления активность альянса на постсоветской центральной Азии. Этот регион имеет очень знаковое значение. Здесь расположены уязвимые коммуникации и Российской Федерации, и Китая, и ряда знаковых государств исламского мира. Несмотря на усиление европейских генералов и политиков, маховик раскручивается в обратном направлении. Военные базы НАТО в Узбекистане, Киргизии и Таджикистане свернуты. Туркмения и Казахстан согласились лишь на временное присутствие иностранцев на своей земле для учений или транзита. Японский остров Окинава. Население 1 миллион 300 тысяч человек. 45 тысяч из них – американцы, военные и гражданские. Пятая часть острова – это фактически владение Вашингтона, что совсем не радует местных жителей. Они создали из Окинавы зловещий образ. С тех пор ничего не изменилось. Нам постоянно врали, что отдадут половину занимаемой территории, но в итоге они строят новые базы. Призванные охранять и защищать, морпехи США принесли на остров изнасилование, убийства и грабежи. Более 45 тысяч инцидентов разной степени тяжести. Но для граждан США закон не писан. А осужденных на реальные сроки сержантов, капралов и пехотинцев не более десятка. При Балтике тоже не все рады военному контингенту НАТО. Хоть и сами являются странными членами. Пьянство, драки и дебоши доблестных бойцов уже притча в языцах. Все все знают, но сделать ничего не могут. Войска Альянса неприкосновенны для местной Фемиды. Зачастую ассоциируют себя как господами с оружием, куда не прибывают какие-то местные аборигены, папуасы, с которыми можно делать все что угодно. Наличие хулиганов в регионе надо чем-то оправдывать. В ход идет старая проверенная история. Рядом Россия и она вот-вот на вас нападет. Большие братья даже доказательства готовы предоставить художественного толка. Телеканал BBC2 гордо продемонстрировал миру творение под названием «Третья мировая война. Взгляд из командного пункта». Место действия – Латвия. Агрессор – Россия. Миротворцы – войска НАТО во главе с Британией и США. Почти все американские учения в Европе, будь то в Венгрии, будь то в Польше, будь то в Румынии, либо в Прибалтике, они выстраиваются по такому сценарию, что некая великая северная, большая северная страна нападает на маленькую, беззащитную, карликовую, какую-то Прибалтийскую республику. Это такая устойчивая идеологема, она повторяется не только на поле боя, в том числе и в художественных фильмах, которые варят натовские кашевары. Чтобы подпитывать паранойю и лелеять эго-республик, в Прибалтику вынесены важнейшие структуры НАТО. В Эстонии – борьба с киберпреступностью, в Литве – энергетическая безопасность, в Латвии – стратегическая коммуникация. Польша, Румыния, Венгрия и другие страны – члены Варшавского договора. В конце 90-х их радостно поглотила военная машина блока. В обход договоренностей о непродвижении альянса на восток. Восточная Европа стала новым стратегическим полигоном. Увеличение бюджета за счет неопитов, утилизация техники путем продажи свежеиспеченным союзникам, обкатка современного экспериментального вооружения в полевых условиях. Правительство покорно просят о наращивании контингента и развертывании систем противоракетной обороны. И все это – острие копья направлено в сторону России. Только не надо забывать, что в этом театре военно-политических действий кресла стоят по обе стороны. Значит, и Россия смотрит в сторону НАТО. Пока просто смотрит. Субтитры создавал DimaTorzok